Всем привет! Сегодня рассмотрим палетки теней. Большие отобрала. Всё опять же из той же категории, которую я хочу вывести, закончить. Итак, начнём. У меня есть вот такие две палетки большие, подделки Too Faced. Вначале я купила одну, а потом не выдержала и взяла вторую. Первая была вот эта. И что мне в ней понравилось? Мне понравилось, что оттенки, они немножечко, знаете, такие полупрозрачные. Я думаю, что если её взять в проект, то она очень быстро закончится, так же и как и вторая. Но рисково всё-таки такое большое количество в одной упаковке брать. Я уже поняла из своего проекта, что лучше бы я набрала однушек, и я бы быстрее с ними, наверное, расправилась. Как-то было бы интереснее, чем с палеткой. Но всё равно придётся их заканчивать. Я вот не знаю, как потом я буду. Кстати, лак у меня термолак, поэтому от холода темнеет. А так розовый, матовый, кроме двух вот этих ноготков. Просто как-то термолак иногда вот этот выглядит не очень. Думаю, когда я буду следующие проекты брать, нужно будет выбирать, как когда-то я делала, какие-то рефилы. И тем самым заканчивать палетки. Думаю, что именно таким способом будет интереснее. Ну, а эта палетка, это вообще классная сказка. Ну, за исключением парочки тёмных оттенков. Это растушёвочные, матовые. Ну, вот у некоторых только чуть-чуть блёсточки есть. А так это матовые оттенки. Прекрасно. Вот такие они всегда нужны. Светлые. В общем-то, очень круто. Они все полупрозрачненькие такие. Классная палетка, классная подборка. Буду с удовольствием ей пользоваться. В прошлом году купила вот такую огромную палетку. на Алиэкспресс. Очень плохое вот это всё покрытие. Но какое-то, знаете, как прорезиненное, силиконовое, что ли. В общем, я не столько ей пользовалась, сколько она уже грязная. Пользовалась я ей не так много. Тут нет зеркала. Оттенки такие тёмные, насыщенные. В принципе, она хороша, конечно, светлого. Тут один оттенок на всю палетку маловато. Но достаточно, скажем так. И яркий макияж же можно сделать. И вот эта вот палетка мне как бы дороговато. Я бы с ней не хотела так просто и быстро расставаться. Так, подделочка у меня есть на Джеклин Хилл. Оригиналом я пользовалась, пробовала. И, если честно, мне оригинал вообще не впечатлил. Я и оригинал, я от него, в общем, избавилась очень давно. Очень-очень давно. И мне повезло, что там было несколько рефилов тронута всего лишь. Я практически за сколько купила, столько и продала. Что по этой палетке могу сказать? Немножечко оттенки отличаются от оригинала. Есть матовые, есть шиммерные. Ну, как вам сказать? Если не считать вот этот кусочек, вот эти вот 3-4 рефильчика, то обычная классическая палетка на каждый день. Коричневые оттенки, если не делать там зеленые, яркие. Ну, совсем универсальная, ежедневная, скажем так, палетка. Ничего не хорошего, плохого не могу сказать. Руки к ней очень редко тянутся. Прям буквально редко-прередко. Я о ней постоянно забываю. Она у меня постоянно где-то валяется. В общем-то, та самая палетка, которую нужно постоянно помнить. И напоминать себе. А что не скажешь про вот эту красотку? Вот эту лучше бы я в оригинале купила. Я сводчила, но не купила, когда была еще и не в России. В общем-то, и там была хорошая цена. Жалею, что не взяла. Это вообще классные. Вот эти вот оттенки. Они просто такие маслянистые. У оригинала еще лучше качество. Но тут тоже нормально все наносится. Вообще, у меня к ней претензий нет. Единственное, нет светлых оттенков. Этот вообще, конечно, не очень-то светлый. Нет оттенка. Вот только этот. Чуть-чуть под серебро, такого и под золото. В уголок глаза или под бровь. В общем-то, палетка не самостоятельная. Как ни крути. Я все равно, когда делаю ей макияж, даже пытаюсь вот этот, вот как светленький, едва задействовать. Но все равно мне нужно взять какую-то еще палетку или тенюшечку, чтобы дозакончить макияж. Черный тут не очень пигментирован. Но я черными очень редко пользуюсь. А так, в принципе, вот эта палетка мне нравится. И на Алиэкспресс, по-моему, она очень дешево стоит. И, в общем-то, можно взять и не беспокоиться. Тоже новинка прошлого года. Не смогла пройти мимо такой вот огромной палетки. Классные оттенки. Тут еще зеркало. Зеркало. Но она из-за того, что картонная, конечно, призновато. Ей я пользовалась чаще. Тут вот этот, он не черный. Он более темно-темно-темно-темно-зеленый. Вот этот оттенок вообще плохо наносится. Он какой-то непонятно тягучий, тянучий. С ним нужно будет приноровиться. Вот эти вот уже они классные. Конечно, все тут мне нравится. В принципе, вот этот вообще непонятный, кстати, оттенок. Как я его буду пристраивать и к чему, не знаю. Но больше плюсов, чем минусов в этой палетке. Так что с удовольствием буду ее в дальнейшем когда-нибудь выводить из своей коллекции. Так, пойдем по быванию постараемся. Вот такие вот две одинаковые дизайны палетки. Я их хотела в этом году в проект взять какую-нибудь из, потому что тут очень много хайлайтеров. Хайлайтеры, как для лица, плоховаты. Только свету можно использовать. Эти вообще непонятные оттенки. А на тело отлично бы пошли. Но я решила другие закончить. И поэтому будет лежать. Вот эти вот три оттенка, они на глазах выглядят как пленочкой, как жидкие тени. Очень красиво, кстати. Палетка самостоятельная. Всеми вот этими оттенками легко сделать макияж. Конечно, светловатого не хватает. Но можно взять всегда этот. Поэтому данную палетку я рекомендую. А вот это оказалось даже чуть-чуть и лучше. Потому что тут два ряда матовых, совершенно отличных разных оттенков. Можно по-любому углубить. Есть опять же светлый. И есть еще и золотистый шиммерный оттенок. В общем-то и этот можно как тени тоже использовать. Ну и вот эти оттенки классные. Вот этот я не пробовала. Чуть-чуть там пыталась мазнуть. А вот этим пользовалась частенько. Есть вот такая вот подделка смешная. Почему смешная? Потому что качество, конечно, тут. Видите, какие дырки. Все ужасно выглядит. Кстати, тоже вот думала ее взять в проект. Потому что тени тут классные, кстати. А вот эти продукты потом вырезать из этой картонки. И вклеить в какую-нибудь палетку. Вот этими оттенками я пользовалась. Тут даже очень сильно донышко пробилось. Вот этот не очень-то вписывается, как по мне, в эту гамму. Сложно его сочетать. Но в принципе тени достаточно рыхлые. Если постараться, то можно ими очень быстро, так сказать, воспользоваться и закончить. Так, следующая палетка, которую я буду когда-нибудь заканчивать. Это вот такая. Тут, конечно, вот этот шикарный оттенок. Обо всем остальном, в принципе, говорить нечего. Обычные стандартные тени. Но это, конечно, непередаваемые просто. Крутой. Так, следующая палетка Beauty Glaced. Такая блестяшечка. Когда-то была моей любимицей. Потом я ее забросила. Потом опять любимица. В принципе, тут мне нравятся вот эти вот матовые оттенки. Конечно, они классные. Все нормально. Верхний ряд практически не воспользован мной. Но тоже как-нибудь вот нужно что-то это все брать и заканчивать. Потому что слишком много косметики. Каждый раз, как захожу, так еще какие-нибудь палетки нахожу. Еще нашла упаковку с палетками. Ох, в общем-то, еще придется видео, значит, снимать. Не знаю, сколько у меня их вообще всего. Находятся и находятся. И почему-то я их не заканчиваю. Хотя нужно бы и заканчивать иногда. Вот такая красоточка. Очень хорошая подборка ежедневных теней. Довольно классная. Все отлично. Оттенки, кстати, пигментированы просто на высоте. Следующая палеточка. Будет вот такая подделочка. Подделочка тут у нас слабая пигментация. В общем-то, тени не особо классные. Ну, у меня постоянно мнение меняется. А все почему? Потому что либо на какую базу я наношу, либо я кисти поменяю. Так же вот такая вот у меня есть палетка. Тут очень редко я пользовалась. И руки к ней не тянутся. Конечно, эта палетка, подделка оставляет жевать лучшего. Что же дальше вам интересненького показать? Наверное, вот такой вот покажу. Это, кстати, пришла вот такая бракованная. Ей пользовалась крайне редко. Хотя не знаю, вроде бы все с ней нормально. Почему редко, даже не могу сказать. Моя любимица. Это палеточка, которая со мной в путешествиях была неоднократно. В общем, тут все прекрасно. Мне она нравится. Классная, крутая. Тут уже практически во всех рефильчиках буквы стерты. Универсальная, разные макияжи можно сделать. Мне нравится. Вот тут подборка реально нереальная. Тут просто все можно макияжи. И в красных оттенках, и как-то в розовые уйти. И коричневые сделать, и классические какие-то. И вообще вот смоки можно что-то сделать. И блестяшек добавить. Ну, вообще и коричневые, и яркие коричневые. Какие-то с темными. Вообще, вот суперская просто. Это, наверное, одна из самых моих любимых палеток, которые вообще когда-либо у меня была. Такая палеточка, в которой не тянутся руки практически совсем. Она очень бледная. Конечно, такая растушевочная. Вот эти глитеры. Но это отдельная история. И эти, ради которых покупалась. Вообще меня не поразили, не удивили. Но нужно, конечно, посерьезнее каждой палеткой попользоваться, чтобы делать какие бы это ни было выводы. А так это получается слишком поверхностно. Мне кажется, вообще лучше всего говорить о палетке или о каком-то продукте, когда он закончен. Чтобы ты уже выжил из него все соки. И рассказал. Так, у меня еще вот такие есть. Три палетки. И давайте начнем. Когда-то были моими самыми ходовыми. Потому что у меня, в принципе, других особо-то и не было. Верхний ряд отличный. Нижний ряд просто все прекрасно. Матовые, классные. Кстати, если их взять в проект, то можно закончить очень быстро. И все. Это просто классные-классные тени. Конечно, не всегда у меня с ними все нормально получается. Иногда что-то смазывается. Иногда пигментация не нравится. Иногда я там с оттенками как-то нафантазирую, что потом это никуда не годится. Скажем так, оттенки какие-то получаются странные. Но все равно пользуюсь. Вот такая палеточка. Тут, в общем, такие оттенки. Все блестяшечки. Эта палетка похожа на ту, которую сейчас у меня в проекте использовать и выбросить. Тоже вот примерно из этой же категории. Еще у меня, кстати, из такой же категории нашлась вот такая палетка. Сразу ее вам покажу. С такими же примерно оттенками. Как и в моем проекте. Только тут вот поярче есть. Блестит. Классно смотрится. В принципе, универсальная. Несамостоятельная. Потому что нет матовых оттенков. Ну, мне нравится. Так, еще у меня есть вот такая. Вот непонятная палетка. Вообще практически мной не распробована. Не знаю, что я с ней буду делать. Буду ли я ей дальнейшим пользоваться или нет. Также вот такая вот есть у меня палеточка, которую я покупала в Эмиратах. В каком-то Day-to-Day, Night-to-Night. В общем, дешевая косметика. Нижний ряд практически, но не востребован. А этими всеми попользовался. И, кстати, самым любимым был вот этот оттенок. Когда я ее только приобрела. И он практически даже серьезно затерт. Думаю, там и рефильчик мог бы показаться. Но потом опять же забросила, как у меня чаще всего и бывает. Забросила что-то. Потом не вспоминаю об этом. И оно вот так вот лежит. Вот палетка, к которой мне не очень нравятся вот эти вот длинные рефилы. Непонятно, когда они заканчиваются, когда что. Вот та же от Vivienne Sabo сейчас не очень понятно. Там по бокам много теней, там дырка. В общем, пользоваться вот этими длинными рефилами, как оказалось, не очень-то удобно. Лучше круглые, либо квадратные. Кстати, вот такое вот у меня есть чудо чудесное. И у меня еще, кстати, две палетки есть одинаковых. Но вот эти вот именно нашлись. Да. При этом даже вот если напишите подарить, вот этот оттенок у меня сильно попользован. Тут побольше оттенков попользовано. И тут тоже попользовано. В общем, везде мои ручки залезли, потому что вот понравилась мне эта палетка. Я заказала и заказала две. Потому что заказала вначале одну. Потом подумала, ой, а я заказала или нет. Ну, знаете, зайти, конечно, посмотреть, заказала я или нет. Сложно было, наверное, мне утрирую я. Но, в общем-то, да, такие дела. Получилось, что у меня их две. Палетка, которой, кстати, лучше всего, если тени скатываются, фиксировать тени. Это просто моя находочка. Сейчас, конечно, я не набрала таких теней. У меня их, в принципе, уже и нет. Но если тени плохо лежат, они какие-то жидкие, кремовые, что-то какая-то с текстурой непонятная, они могут скататься в складку. Просто вот эти вот тени – это супер. Во-первых, можно и пальцем нанести, они запеченные. Можно и на кисть набрать чуть-чуть. У меня на некоторых хохолки, скажем так, пышечки эти стесаны. Но мне кажется, что этот продукт, который, ну, как и все запеченные продукты, практически бесконечен, они дают и блеск легкий, и не подчеркивают текстуру века, не делают скукоженность. И при этом они фиксируют. Они как-то вот, знаете, этот продукт, он потом не течет никуда, никуда не забивается, не, в общем-то, как, вот, знаете, как клей, но только сверху. Я не могу объяснить, вот, как это именно работает и почему это работает именно так, но вот этой палеткой я довольна на все сто. Несмотря на то, что она у меня много лет, несмотря на то, что я ее не часто пользуюсь, как самостоятельная палетка, она у меня вообще практически не идет. А вот для этой цели зафиксировать и помочь – это просто вау. Так, тут у меня нашлась моя палетка, которую я вам показывала в помадах в своей коллекции. И почему-то сверху я ее положила. Опять же, положила, значит, забыла. Вот в проект я ее когда-то брала, чтобы чуть-чуть хотя бы ей попользоваться. Я рада, что хотя бы в каждый оттенок я залезла кисточкой. Даже вот большое есть донышко. Кстати, вот можно было бы в следующем году ее в проект взять. Может, это и бессмысленно, с другой стороны, брать такой продукт. Я, кстати, очень жалею, что в прошлом году у меня было несколько таких палеток в таких вот футлярчиках с кремовыми корректорами. И я просто выбросила эти палетки. Нужно было достать вот эту вот штучку, потому что она тут легче всего достается. И уже сюда перемещать какие-то рефилы, какие-то остатки, чего бы то ни было. И наслаждаться вообще. Палетка, которой руки не тянутся. Почему? Потому что тут вот этот один, только матовый. Все остальное непонятно, какой-то шиммер. Но она у меня... А, вот еще матовый, кстати. Да, она у меня лежит как-то забытая мной. Как-то тут вот все-таки фиолетовых непонятных, серых, коричневых. Ну, пока у меня есть что-то получше, мне к ней не хочется, скажем так, прикасаться. Но я думаю, что эта палетка тоже не останется, конечно, без моего внимания. Когда-нибудь я к ней все-таки прибегну. Палетка, которую я очень сильно берегу. Знаете почему? Потому что у меня есть еще одна огромная палетка. Кто следит за мной в инстаграме, тоже с такими маленькими пипочками, она громадная. Там в нижнем углу есть коричневый оттенок, даже два коричневых оттенка. И в 2010 или 2011 году, скорее всего, в 2011 году, весной, я ее приобрела. И я использовала эти оттенки для бровей. Тогда как-то теней для бровей я не могла найти. Был карандаш и тени для бровей. Я иногда то тен, то тему как-то не понимала, как их сильно укладывать, эти брови. И в общем, мне так это нравилось. И сейчас я тоже, когда бываю там, я всегда пользуюсь именно для бровей теми продуктами. Конечно, беру и свои продукты, поэтому маленькое такое использование, хотя там очень много рефилов пустых. Но тут точно такие же есть коричневые оттенки, темные, не матовые. Я уверена вот в этих палетках, что они хорошие. Я уже пользовалась вот одним. И теней для бровей у меня не так много. И вообще их очень сложно подобрать. Обычно в палетке несколько оттенков, они не нужны. А потом вот ты с этим каким-то светлым или с каким-то серым бегаешь, просто не понимаешь, куда его присобачить, скажем так, и просто избавляешься от палетки, как в том году. У меня в принципе и было, когда у меня оказались какие-то палетки с одиночными какими-то оттенками, которые я не знала, куда вообще применить. Просто пришлось от них избавиться. И также тут очень классные светлые оттенки. Они вообще никакие. Они просто как, знаете, как ластик какой-то. Они не замазывают тени, а вот как-то вместе с собой убирают. Очень прикольное такое. И, кстати, у меня была точно такая же маленькая, только цветная палетка. И ту я вообще закончила полностью. Представляете, в прошлом году, где-то весной, я закончила всю. Конечно, я ее заканчивала не один год, года два или три. Она у меня была. И если ей начать пользуются, естественно, как и всеми палетками, все очень быстро закончится. Вот из этой палетки я активно пользуюсь красным оттенком в качестве румян. Конечно, тут рефила огромные. Это тоже подделочка у меня. Но данная палетка мне так же нравится. В принципе, как и все, наверное, палетки, которые у меня есть. Так, что у меня еще тут? Нашелся в третьем оттенке. Вот такая палетка, которую я вам уже показывала в других оттенках. Эта палетка мне нравится намного больше. Тут мой любимый вот этот, конечно же, оттенок. Также светлый. И светлый вообще часто использовала, с другими тенями брала. Ну, тут все поюзаны, кроме желтого. Желтый не особо мне понравился. Просто тогда я яркие такие желтые макияжи, конечно же, не делала. И чуть-чуть эта палетка у меня залежалась. Очень классная палеточка от Catrice. Да, вот ее бы тоже хотела закончить, потому что она вот как-то неудачна от этих треугольничков, кругляшах получше. Все это размазывается, постоянно нужно прочищать. Иногда я просто забываю, закрываю и все. Но с черными оттенками я, конечно, это не делаю. Я просто вот сверху какие-то беру и накладываю, какие мне нужны, какие мне нравятся. Палетка, в которой нет одного Refilla. Там был светлый, голубой, шеверный оттенок. Очень прикольная, но сделать макияж полностью ей не получится, потому что тут матовый только один. Но сами все оттенки мне нравятся. Кстати, тоже такая миниатюрная, красивенькая, вроде бы много всего. И в то же время как бы она очень такая стойкая, неспучая и выглядит на глазах достойно. Самая моя любимая палетка когда-то была из этой же серии. Вот такая вот матовая красотка. Это просто было нечто. Это был мой праздник, когда я ее получила. Это все матовые оттенки. Это можно все, что угодно делать. Потом берешь какую-то вот такую красотульку и все. Макияж готов. Но, к сожалению, тут ничего не дотерто, а датыр, потому что как только я ее купила, я загорелась. Вау, классно, есть такие матовые. Значит, мне нужно еще больше матовых. И, естественно, начали появляться другие палетки и все. Как бы эффекта получилось никакого. Потому что и там, и там, и там, и там ручки мои были. И все. Поэтому, к сожалению, не закончила ее. Но все это планирую как-то заканчивать, вводить в проекты. Конечно, тени маловато, расходятся, а у меня их многовато. Вот, сложно, сложновато за этим будет. Буду стараться и буду все это заканчивать. Всем спасибо. Всем пока.